приветик не спящие все остальные любители новых настроек микрофона понеслась дальше будем испытывать сегодня другие настройки лайка громко теперь я буду орать громче и кстати да я бы за доллар взял а я бы не взял о оставим эту она меня хоть не закрыли как прошлый раз бокс да тут все и так стоит поехали поехали дальше добрый вечер добрый ве снимите шлем пожалуйста а извините он такой удобный что я обычно забываю что он нам не ратишь на так уж да спасибо что будете заказывать мисс старший специалист сэй п асагири 2 765 корпус валькирия к вашим услугам не так слишком длинно просто зовите меня цель ладно что будете пиццей сладенького как леденец они смысле ледяного как леденец опять какая-то мяка смысле мику хотя что-то прохладное было бы неплохо только не ледяное точно небольшой как ледник прошу ничего больше что не завтра рано вставать я не хочу позволить себе за заработать похмелье я не могу за позволить себе заработать похмелье просто сейчас собранной других вещах и я думаю не сделать ли мне погромче себя наверное нет извините наверное я вас запутала сладкий напиток желательно холодный не слишком большой да да все так это запросто запросто кто-нибудь сладкая или их их и холодную ну давай чуть сладкая и холодная холодная пасованная слива в духах мужской шляпе чего неважно дамской изысканной фиг на ведь не ладно грис ты сладкий хочешь да бенгальский огонь он вряд ли вряд ли холодный раньше действительно искрился на жалобы многочисленные жоки заставили бтс изменить репутацию напитка понимаю он развезу нам не канает не канает сладкий голба фея один глоток окрасит лазурью не забудьте их почистить сладкий дамский мягкий давай еще что-то поищем пианистка изначально названный красоткой коктейль был переименован во славу равенство полов сладкий промо радующий сахарный прилив сладкий легкий фруктовый ничего более девичьего быть не может холодный хоп холодный это же так просто ну холодной жену перемешать это это точно не то бренди выдержать нет взрыв взболтать со льдом напиток никак не связан с отрыванной пушкой которую можно наблюдать по неделе каждый месяц взболтать со льдом и бухла там почти нет если я сейчас захерачу три четыре пять шесть одна часть порошковой дельты часть вот этого говна если мы захерачим его без бухла работает ли работает с работа 56 это это бухла лед мысли с болтать с болтать собака серьезно ладно с два три 4 5 6 это 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 лед выдержка мысли ладно шесть это 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 лед болтываем но как-то их а так а если мы добавим что-нибудь безалкогольное чтобы не и не было но этого мели три 4 5 6 это это лед поехали болтай 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 понимаю 56 это 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 и это ну значит она обойдется похмельем на подержи вода это то что мне нужно спасибо вам редко заглядывают белые рыцари а только одного припоминаю вы говорили что служите в корпусе валькирия да это ведь вы разбираетесь с порядками и всякое такое ж не с беспорядками беспорядки ой не 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 это корпус близ крик ну те которые бронированных костюмах они нет на другие я имею ввиду очевидно же что мы другие но мы не работаем с бунтами или чем-то вроде того можно сказать что мы просто разгребаем то что остается после их работы это как спасать лечить и защищать мы ангелы спешащие к терпящим насилия мы свет надежды в темнейшем из времен мы помогаем жертвам преступления мы здесь чтобы наблюдать и защищать это что сейчас было простите это что-то вроде нашей клятвы верности мы повторяем ее каждое утро это значит что в наши обязанности входит спасение гражданских лечение раненых их защита от всякого всякое то что ну там грабители насильники аварии все что попадается во время смен вы говорили про лечение вы еще и врач не я сама не врач хотя со многими знакома я только оказываю первую помощь чтобы люди могли добраться до больницы еще немного пожарный потому что иногда вытаскиваю людей оттуда отсюда наверное да кстати да я я забыл совсем во первых мне кто-то написал escort мне надо срочно это проверить и ответить во вторых мне нужны показатели я мои показатели нужны данные оп-хоп-хоп-хоп давай оп поехали данная наблюдаю даю 75 но это еще терпимо это еще терпимо тоже данные наблюдаете да вам то я их спрячу вам они ни к чему вот поехали дальше черт тяжело должно быть работу вроде того но есть свои плюсы смысле я еще не видела человека который не был бы рад меня видеть наверное вы немало волнующего повидали на был случай когда я спасала людей с крыжа здания готова вот-вот обрушиться я посмотрела вниз и была потрясена тем как красив наш город словно звездное небо отразилось на земле а еще вот был случай когда мы убирали последствия аварии вода хлестала из гидранта весь этот цвет разбитые стекла отражения я словно во сне оказалось это не то что я имел ввиду подволнующим нет но это же это же волнует на да ну подождите я не расслышал вы сказали воздыхающим ну то есть да порой я много частый сильно воздыхал из-за того как ко мне относились люди но не волнуйтесь вы все правильно услышали просто я ожидал немного другой ответ какой ответ неважно вижу вы уже допили будете что-то еще что-нибудь изысканное а по точнее большой только не делайте ладно извините я не часто бываю в барах обычно я пью всякое баночное но без проблем изысканный сейчас чего-нибудь сварганим так изысканный хочешь ты изысканный изысканный синий бархат хочешь взрыв на меркурии я уверен она хочет именно это она любит со льдом так это 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 и вот это небольшой небольшой сболтать а жопу три три две лед болтаем давай болтайся вот на вот держи это похоже на то что обычно пьют стелла стелла мой самый близкий друг не то чтобы у меня не было других друзей но с ней я знакома дольше всех она любит такие напитки мне стало интересно что у них такого особенного ну и как вам я ожидал чего-то покрепче впрочем мне нравится впрочем мне надо срочно ответить скажите мисс бармен как вас зовут а назвала вам свое имя могу я теперь узнать ваше да 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 конечно просто зовите меня жил можно на ты жил значит это сокращение аджилиан не неправильно аджилиан джу джу джулиана не называй меня джулианой пожалуйста прости нет это ты меня простей не хотела тебя разозлить но почему тебе не нравится когда тебя так называют тупая причина просто забей ну ладно я все еще переживаю из-за того что расстроил тебя чё это потому что ты вроде бы хороший человек жил а я не хочу злить хороших людей чтобы ты чувствовала себя лучше мне правда здесь очень нравится ну это и правда немножко помогло ты первый человек который сказал хоть что ты хорошая за сегодня спасибо а что именно тебе здесь нравится запах собачьей мочи и мыла моя мама работала ветеринарно я ходила в ее клинику после школы поэтому такой запах навевает вспоминания я ощущаю такой уютно ностальгию почему ты решила стать белым рыцарем а не ветеринаром или кем то еще я никогда не была хорошей ученицей поэтому дорога в медицину для меня была закрыта но вообще это по большей части связано с тем что случилось со мной в детстве белый рыцарь напал на мою подругу после чего собирался расправиться и со мной но другой белый рыцарь нас спас я не помню что случилось потом я просто очнулась в больнице а мой друг смотрел на меня я имею ввиду это не было каким-то пророчеством или чем-то таким но с тех пор я чувствовала что это мое призвание что я собираюсь помогать людям так как они помогли мне это интересно ведь другие пережив нападение белого рыцаря пошли бы по жизни в противоположном направлении да но ведь другой белый рыцарь меня спас можно сказать что я сужу о вещах в отдельно взятом случае ну не впадая в крайности ну ты в общем курсе я пытаюсь сделать то же самое почему ты решил вступить именно в корпус валькирий потому что я собираюсь спасать людей из чрезвычайных ситуаций как можно чаще ну это типичная это типичная мику славя пола мику называйте хотите в смысле как хотите называйте а а да кстати у меня же это у меня же маленькая новость я же звукомку новую себе заказал будем тестить будем проверять а выходить в патрули все такое это слишком утомительно еще это корпус в котором меньше всего бумажные волокиты я так понимаю что есть разные подразделения белых рыцарей да ну да белый рыцарь очень обобщенное понятие у нас много разных видов со своими обязанностями спасение штурм есть даже отряд состоящий целиком из бюрократов правда да их распределяют в компании чтобы они вели бух учет и всякое такое жесть обычно их помощь требуется когда нужно быстро разобраться с бумажной волокитой на некоторых назначают когда какую-то компанию подозревать в незаконных сделках интересно еще был отряд который занимался проблемой травли в школах они хорошо справлялись но мода на борьбу с хулиганством прошла и их перестали финансировать думаю некоторые из них все еще работают в этой области но официально об этом предпочитают не говорить было бы здорово наверное может хочешь что-то еще неуверенно стоит ли у меня не очень много денег к тому же я не уверенно сколько могу выпить да это видно заметно знаешь что я возьму еще кое-что я помню есть такой напиток называется брандини брандини я не уверенно что он назывался мартини о вернее нет я я уверен что он назывался мартини unwер żeby сейчас я тебе его приготовлю она хочет мартини хочешь мартини будет мартини а не вопрос три четыре пять шесть штук три штуки одна штука перемешать и выдержать жалко вот видишь что ты была права спасибо знаешь что я думаю я приведу сюда свою подругу через пару дней правда зачем мне нравится здешняя атмосфера я бы хотел разделить ее с ней одобряем одобряем хотя это может быть не просто она больше любит места посолидней до интонация просто 10 интонаций с 10 что ты хочешь от меня я я не помню я быстро чуваки я прям улей к куле и чаще все будет почта да у меня у меня есть почта прикиньте вау почта невероятно сюда приходит письма едь просто это что-то с чем-то чаще надо всего лишь скопировать все так не то чтобы это место было плохим просто переживай я прекрасно понимаю где работа понятно я уверен что смогу и уговорить нужно только что только что было похоже на взрыв лучше пойду проверю я уже заплатила да да можешь идти будь осторожным обязательно она забыла свой шлем что же придержу его для нее пока не вернется я проверю что за хрена взорвалась осторожно что она проснулась а где я добрый вечер и добро пожаловать в альгаву наверное стоит сказать что-то другое в альгава я ушел умерла значит дядя ингус был прав когда говорил что загробная жизнь похожа на дреной захолостный бар знала загробная жизнь так я что не мертва насколько могу судить нет честно говоря когда нибудь мне это догоняет честно говоря не уверена что из себя представляет смерть или загробная жизнь вот и ведь дышишь да я сюда попала кто меня сюда притащил что вы хотите со мной сделать изнасиловать стаканом вы торговцы органами воры насильники карманники вы карманники да почему ты молчишь я жду пока ты выговоришься успокоишься иначе ты просто вы насильники я вас раскусила насильники и вы все здесь насильники хотите порвать на мне одежду сбить до потери сознания грязно надо ругаться воспользоваться а потом жестоко убить да все это время вы будете насиловать каждое ответствие в моем теле пока я лежу и дергаюсь к вузе до знаете мне кажется это оговорочка по фрейду так перебьешь меня ладно это будет длиться вечно может просто сделать и коктейль чтобы и успокоить 0 брызнуть им и в лицо почему бы и нет думать же нужно что-то чтобы и успокоить вот то чтобы ее успокоить мне параметры от 48 16 48 да обожаю видосах общаться в дискорде просто лучшее из 10 общений нужно что-то чтобы и успокоить дамский по вкусу сладкий сладкий она только возбудиться больше острый кислый кислый мать дамский изысканный классический пенистая водичка я чё-то не уверен если говоря дамский может все-таки что-то из дамского кисельные грезы о о это то что надо это отлично это мне нравится три части порошка бухло по вкусу раз по вкусу так по вкусу и выдержать да на что это коктейль в баре в барах подают коктейль бар я решил что тебе нужно выпить чего-нибудь чтобы успокоиться за счет заведения не волнуйся это бесплатно успокоиться что-то подмешало клофелинцы они дрожжи дрожжи нет и нет это крайне подозрительно ты в курсе если бы я подмешал что-то такое в твой напиток меня бы оставили без зарплаты и чаевых нет не учитывая того что мне придется оплачивать судебные издержки это еще в лучшем случае меня могут уволить я потеряю квартиру и вообще попаду за решетку и поверь бтс обожает ловить сотрудников на подобных правильность для них это лишний повод показать всем какие они справедливые и благородные о мне ответили э так что приходить вернее проходить через все это мне как-то брр ну даже если ты так говоришь смотри вот как мы поступим если выйдешь на улицу и пройдешь три квартала налево увидишь магазинчик там продают тесты для проверки напитков и наркотики скажи кассиру что тебя послала Дана Зейн э две летающие машины столкнулись и сделали бум вот откуда столько шума кто-то пострадал дороги дыра а насчет водителя не уверен ясно ну ладно думаю на сегодня я закончил ты в шкафчик с бумагой заглядывал что-то что там о о твою мать как зачем что я вернулась сначала он пытался продать мне бинты взял с тебя деньги нет да 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 все в порядке опусти тест в напиток написано отрицательно вот видишь ты можешь быть в сговоре с продавцом он даже знает твое имя хорошая мысль ну во первых это не мое имя это имя моего босса что ж такое секунду не идет как сегодня во вторых мы входим в сеть баров это как спайси чикен только бар и последнее я не заставляю тебя это пить я предложил это в знак мира вообще ты права это правда подозрительно с моей стороны прости можешь забыть про коктейль выйти через эту дверь и забыть все произошедшее как страшный сон на этом все закончится что ты будешь в порядке и все вернется на круги своя увекаешь что ничего не изменится если я проигнорирую твое предложение хочешь сказать что я ничего не значу поэтому мое бездействие ничего не изменит эээ а коктейль ты просто так выбросишь плод своего труда нет я вот что я тебе скажу я кое-что дозначу и твоя работа тоже значит эээ я бы на твоем месте пила помедленнее ну как тебе эээ ну ничего но это не то что я обычно пью ты в порядке да похоже ты говорила правду извини что не поверила все нормально я бы на твоем месте вела себя примерно так же мне тоже стоит извиниться мое последнее замечание было необдуманным думаю я посижу здесь немного надо привести мысли в порядок можешь рассказать мне как я сюда попала мой босс нашла тебя без сознания и принесла сюда чтобы с тобой ничего не случилось ну и ты спала пока на улице не случилась авария кхм понятно наверное лучше проснуться здесь чем на улице без одежды чести или даже органов ты потеряла сознание ты устал а тебя было плохо скорее было плохо но я не хочу об этом говорить кхм ну ладно а вот что я тебе скажу сегодня вся выпивка для тебя бесплатна почему так решила да это извинением от всех нас задоставленное тебе неудобство к тому же что-то мне подсказывает что ты бы не отказалась от еще одного коктейля да наверное ты права ну хорошо я воспользуюсь твоей щедростью сделай мне пианиста да да а тот первый коктейль я залпом выпила так что этим хочу насладиться хотя и не факт сейчас будет пианиста хочешь ну будет тебя пианист пианист так ой ой нахрен лед или там есть перемешать со льдом лед там уже три штуки пять штук еще пять штук шесть перемешать со льдом перемешать это в смысле просто перемешать не взбалтывать все понял ясно-понятно держи да это оно мой отец их любил пока настоящий пианист не попытался его убить хе 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 он сделал в смысле твой отец с чем можно так разозлить пианиста оказался не в том месте не в то время верно он отдыхал в баре как вдруг пианист спрыгнул со сцены и начал избивать его но говорят что он не принял свои таблетки а мой отец был похож на какого-то музыкального критика который его оклеветал а я же думаю что он просто немного завелся ну уж это магия джаза дело там явно не в охлаждении когда процессор на меньше стола достигает такой температуры больше похоже на проблему снятия тепла а не его рассеивания м.. м.. ну поэтому я и говорю что надо спиливать крышку на хрен э.. пошел о чем спросить дайте мне ОБС вообще воо так то лучше чтобы я видел что я говорю достаточно громко я же думаю что он просто немного завелся Ну, хуже-то магия джаза. Понятно. Вообще, у коктейля «Пианист» интересная история. Его придумал бармен в честь своего погибшего друга-пианиста. Он смешал в едино все то, что любил его друг. Это мило. Так вот, каково это заскочить выпить после тяжелого рабочего дня? Я не уверен, нравится ли мне это... Вернее, нравится ли мне то, что я опустился до такого? Могу я узнать твое имя? Зови меня Ким. Хотя я не могу сказать, что это был полноценный рабочий день. Я пока всего-навсего стажер. Где ты работаешь? Слышала о новостном агентстве «Дополнимая правда». Искусственный глаз. Ну да, я каждый день ее читаю. Более того, сегодня у нас был Донован Дулсом. Я так и знала, что он был тут со своим паршивым одеколоном. Этот ублюдок вечно оставляет за собой свой дикий смрад. Куда бы не пошел. Значит, ты мне веришь? Да. Ты не представляешь, как я ненавижу эту швиницкую мразь. Хе-хе-хе. Грубо ты с ним. Хуже всего то, что я в какой-то степени восхищаюсь тем, как он работает. Он так настойчиво требует от людей... Он так настойчиво требует, что они выполняют его волю до того, как до них дойдет, что произошло. Ну, в людях смысле. Он даже заставил доставщика пиццы обслуживать серверы. Только спустя неделю из пиццерии позвонили узнать, куда он, черт возьми, пропал. И ты не поверишь, парень начал неплохо в этом разбираться. Хоть никогда таким и не занимался. Это достойно восхищения, но в то же время я ненавижу своего босса. Мне приходится на него работать, и это просто... Почему ты тогда там работаешь? Я что-то не то спросил. Нет, забей. Я просто не хочу об этом разговаривать. Да без проблем. Как тебя зовут, бармен? Зови меня... Джилл. Сложно работать барменом. Наверное, так же сложно, как работать поваром где-нибудь. Череда всяких разных силодвижений в попытках сделать что-нибудь качественное. Какой продукт должен соответствовать прихотям клиентов? Думаю, самая сложная часть работы убирает токсичное выделение за некоторыми клиентами. А почему ты спрашиваешь? В какой-то момент я подумывал о стать барменом. Но я боялась, что надо будет носить вызывающую одежду и танцевать, или вроде того. Ну вот, началось. Знаешь, это зависит от места. Думаю, у нас тут неплохо. Вальгала не оказалась мутным притоном, который заведует диджей с огромным афро. Моя начальница просто хотела создать уютный уголок, наверное. Видимо, твоя начальница очень интересная женщина, учитывая, что она отнесла меня в безопасное место и все такое. Так и есть. Она такая, хладнокровная и ответственная, но в то же время не стесняется своих эмоций. Правда, в последние дни она что-то напряженное немного. Но как бы то ни было, с ней ты чувствуешь, что все под контролем. А еще у нее есть механическая рука. Я не уверен, откуда она у нее, но... А... Извини, мне немного занесло. Да что ж такое-то? О, так лучше. Забавно было видеть, как с тебя слетела маска мудрого бармена. У меня была такая маска? Было бы неплохо как-нибудь встретить твоего босса и... Поблагодарить ее. Позвать ее? Она будет рада знать, что ты в порядке. Ой, не, не надо. Не хочу ей докучать. Да и потом уже поздно. Не хочу злоупотреблять твоей добротой. Можешь заказать еще что-нибудь. Хотя я знаю... Вернее, хотя... Твой предел загадка. Надеюсь, еще один меня не убьет. Давай бронзини. Она хочет мартини. Хочешь мартини? Будет тебе мартини. Три, четыре, пять, шесть штук. А! Мать! Так, три этого, да, и одна вот этого. Перемешать, выдержать. Так. Похоже на него. Твое здоровье. Ты в порядке? Да, просто немного... Квы, циколова. Поэтому ты откаживаешься? Это помогает немного сфокусироваться. Да, так лучше. Пейджил, ты работаешь с другими женщинами? Я работаю на женщину, но мой единственный коллега-мужчин, а что? Вот же клево. В смысле, ты не представляешь, в каком раю оказалось. На стажировке я обучалась только с девушками. Пробовала состязаться с девушкой, но за хорошее место. Они беспощадные. Это просто колодец со змеями. Ты хоть с кем-нибудь из них пыталась подружиться? Подружиться? Этим шлюхам не нужны друзья, им нужна кровь. Извини, просто однажды я выполнил редакционное задание, а эти твари на весь день заперли меня в туалете. А тот случай, когда меня похвалил начальник. Я до сих пор не могу свой портфель найти. А, эти суки еще поплатятся. Когда-нибудь я просто возьму их и сброшу в канализацию. Пусть репатилоиды себе банкет устроят. Как же меня все это достало. Я уже устал уживаться с ними. Устало. Пожалуйста, не надо здесь спать. Вызвать тебя такси. Пожалуйста, будь добра. Ну, добрый вечер, это Джилл. А может быть это диспетчер? Нет, это Джилл. Можете прислать к нам машину? Клиента? Секунду. Эй, Ким, мне нужно твое полное имя и фамилия. Кимберли Лавалетт. Ого, красивое имя. Э-э-э, Кимберли Лавалетт. Не уверена, как это пишется. Нет, она слишком сонная, чтобы ответить. Да, хорошо, большое спасибо. Машина будет через Z-минуту. Похоже, сегодня у нее был тяжелый день. Да даже в нашем 23-м году такси вызывается кнопкой на телефоне. И не нужно никуда звонить. Будущее! Будущее! Вот игре время так пролетает. Мне нравится. Эй, Джилл. Туалет чист. Эй, обошел. Будь добр, проводи мисс Лавалетт. До такси, раз уж ходишь. О, она проснулась. И снова уснула. Конечно, для клиента все что угодно. Прощание, мисс, позвольте мне проводить вас до такси. Кхм. Ла-ла-ла-ля-ля-ля. Карманники. Вот и все. Больше никого не осталось. Похоже на то. Где Джилл? Где та девочка, которую я принесла? Жил. А, где жил? Есть жил, а есть жил. Жил. Почистил туалет и ушел. Потому что вонел. Ким проснулась, выпила пару напитков и тоже ушла. Ким, значит. Как она тебя... Как она себя чувствовала? Она закатила истерику, когда проснулась, но потом все уладилось. Переживаешь из-за нее? А ты бы не переживала? Не уверена. Эй, босс, тебе не кажется, что с моей стороны называть тебя босс слишком холодно? А? Не сказала бы. Ты называешь меня так не потому, что я какой-то незнакомец. Просто привычка. Ну, ладно. Притрешь стакан и можешь идти. Пойду переведу тебе деньги за сегодня. Думаю, жил. Заслужил небольшой бонус за то, что разобрался с туалетом. Е-е! Лола сервис. Отлично. Теперь вы можете читать Danger и оторваться. И отовариваться в J.C. Элтонс. Шлавливые пальчики. Джил очень хочет голо цветок. Если она его не купит, это может сказаться на ее продуктивности. Магазин. Так. Жил хочет какой-то цветок. Тюринг, стуэтка. Джокер Сэклон. Или Сэклон. Хер его. Несмотря на громкое имя, это просто вентилятор. Вообще хорошая штука вентилятор. Голод цветок. Память о настоящем цветке в кашке. Пиво по скидке! Тысяча долларов! Хера себе у вас сына, конечно. Хочешь голо цветок, будет тебе голо цветок. Все. Голод цветок у тебя есть. Домой! Джил купила все, что хотела. Теперь ничто не будет отвлекать ее от работы. Е-е-е. Лунка. Тирата вроде хотела карри. Злой дух забрал все мои деньги. Неправда. Аугментед Ай. Искусственный глаз. Понимаете? Понимаете, да? Переводчики. Гереческий поступок загадочной женщины. 70% наших читателей... Опа. Оно открывается. Считают, что... Что? Мнение Элис Рэбет. Может быть, собакой? Не доверяйте этому псу. Почему собакой? Почему нет? После нескольких операций она не способна обучаться почти так же быстро, как и люди. Так почему у нее может быть одаренную собаке, которая реализует свой потенциал подобным образом? В этом ведь есть смысл, не так ли? Что же может быть? О, 16-ти речные коды. Ну, это легко вскрыть, но мне настолько лень, что мне лень. Здесь просят, что лапша с креветками омерзительная. Если помните, наша редакция в прошлом месяце решила провести опрос на эту тему. Мы попросили читателей рассказать о их самых нелюбимых блюдах. Лапша с креветками? Ладно, брось ты, креветки-то же вкусно. На стекле? Наш дачка? Нет, это перебор. На стекле. Так, героический поступок загадочной женщины. Тем утром известная женщина предотвратила попытку самоубийства. Инцидент произошел в ТРЦ воли Артемида, на крыше которого люди заметили человека и немедленно обратились к пожарным. Настоящий на крыше человек спрыгнул без малейших колебаний. Как только потенциальный самоубийца спрыгнул, неизвестная женщина поймала его прямо в воздухе, но она скрылась до того, как ее смогли опознать. Руководство ТРЦ уже приняло меры по усилению охраны. Это, видимо, и была как раз вот она. Да. Лама, которую мы спасли. Концерт Керамики. Давайте обсудим Элис Раби и конец Керамики. Ой, вернее, концерт. Давайте будем обсуждать предстоящий концерт только в этом трейде. Я пойду с парнем. Зачем врать? Боже, в интернете. Ага. Нормал фаги. Ты так мил. Понимаю. Такс. Товарики дурацкие. Но. Что за мое аватар? Ладно, пойдет, наверное. Пофиг. Так. Мы купили все, что нам было нужно. Атмосферный индекс. В кол. Не, эти... Эти лайны я не хочу. Почему в окне на... Ком... Понимаю. Ладно, футскрин не буду включать. Он что-то сломанный какой-то. О, нахрен. В магазин, получается? О, в смысле, на работу. Магазин. А сейф мне дадут? А мне сейф не дали. Мне сейф не дали. Вечер до... Или я сохранил... Нет, мне сейф не дали. Слушать жил. Ух ты. Такое не каждый день услышишь. Босс, зачем прости тебе этот шлем? Я как раз собирался спросить у тебя, откуда он взялся. Вчера заходила девушка из Белых Рыцарей. Она его здесь положила и, в общем, забыла забрать. Я подумала, что рано или поздно она придет сама его сюда искать. Вот и оставила под барной стойкой. А ты всегда без спроса напяливаешь все, что под руку попадется. Я не планирую и не обдумываю каждый свой шаг жил. Я просто действую. В любом случае, как твой начальник, я собираю шлем до тех пор, пока клиент за ним не вернется. Тебе, похоже, весело, но он удобный и крутой. Неудобный и крутой. Очень крутой. Здрасте. Ты опоздал жил. Как-то на тебя это не похоже. Да, пробки. Да, работать кто будет? Я не вернусь в Гонконг. Гонконг? Прости, я тебя кое с кем перепутал. А, ну да. Все, дальше вы сами. Я пойду сброшу плутоневую боеголовку, специально отведенную для этого мести. Чего? Ничего. Сегодня она прямо сияет. Последние пару дней она была вся на взводе. Если что-то помогло ей расслабиться, то это замечательно. Я все готова? Да. Ну и отлично. Жукбокс мне не нужен. Мне нужен сейв. Понимаете? Сейв. Я не хочу выходить в главное меню. Мне нужно сохраниться. Вот и все. Но здесь нельзя сохраняться просто так. Что за подстава? 14... Это прошлое за... Как? Мне не дают сохраниться. Время подавать напитки и ве... О, не с кем. Из-за тебя я поздно встал и потерял целый день работы. А все, между прочим, получили... Вернее, все, между прочим, получили сегодня по хорошему заданию. Подожди, из-за меня? Это же ты мне наливала, пока я к чертям не вырвался. Так ты, значит, нормально добралась до дома. Это хорошо. Что, это все, что тебе есть сказать? А что ты хочешь от меня услышать? Если бы я волновалась за каждого клиента, который здесь напивается, я бы тут не работал. Но... Ты права. С точки зрения морали, это неправильно. Моей стороны давать людям напиваться. Но это неотъемлемая часть моей работы. Я говорила, что незнакомого своей меры выпитого. Я... Я... Не, ну серьезно, что это за ответ? Ой, здрасте, мистер Донован. И я с тобой знаком? Привет, детка, тебе... Я решил еще раз указалить это место своим присутствием. Ю, мать! О, мистер Донован, добро пожаловать в Фальгал. Что вам навести? А ты как думаешь, что мне нужно? Полагаю, пиво. Э-э. Что? Стакан сансары. По четыре части каждого ингредиента превышается льдом. А, прикол. Где пиво? О. Не, ну я так не играю. Так, ему большой же надо, да? Вроде все правильно. Да. А ну самое, вот это сервис. Приятно слышать. И что вас привело сюда, мистер Донован? Сегодня мы должны были дать стажерам тему для статьи. Все эти бешеные сучки сбежались ко мне, как к старшекласснику на крутой тачке. Мистер Донован. Фу. Я не мог так работать. Так что спихнул это муть на кого-нибудь... На какого-нибудь бедолага. Должен он какое-то там интервью сегодня взять. Ну да и хрен с ним. И вот благодаря всему этому дерьму, свалившемуся на меня, я оказался здесь. Почему вы вчера к нам заходили? Ой, мне кто-то что-то опять написал. Субтитры делал DimaTorzok Маждачкой Линзы херачит. Жесть. А почему вы вчера к нам заходили? Сегодня ночью одна девичка будет давать концерт. Вчера я уточнял детали для сегодняшнего интервью с ней. И, как я уже сказал, лучше буду работать так, чем сидеть в серпентариуме. Интересное замечание. Понятно. Так прошло интервью. Гладко, как моя шевелюра. И в некоторой степени тому поспособствовало наличие у нее славы глаферов. Скажу я тебе в вопросе о разработке сексуальной внешности Лилимов. Ребята далеко продвинулись. Так она значит... Кто? Че? Одна из навороченных люксовых моделей CH1A. Я слышал, что у них совершенная анатомия. Я бы не отказался проверить это сам. Эй, Джонни! Что, я? Почему вы меня называете Джонни? Да, ты. Мы знакомы? Нет, я так... Что, нет? Не-не, я уверен, что я с тобой знаком. Подожди, подожди. Беспорядки в Гонконге 10 лет назад, правильно? Я никогда не был в Гонконге и уж точно никогда не крал припасы и дезертировал из отряда подавления. Правда? Ну ладно, жаль. Ты похож на парня, который должен мне пьё. Парни? Вы участвовали в бунте? Я что, похож на хипаря? Анархиста. 10 лет назад я пытался основать силиконовый бизнес. Вот договариваюсь я, значит, с инвесторами из Гонконга и тут на тебе, бунтовщики полезли изо всех щелей. Не, серьёзно, неужели власти вправду думали, что законы, которые они пытались протащить, не упусть их за жопу? Они в открытую пытались ущемить в правах людей с имплантами. Неважно, сколько ты будешь орать, что они не такие. Это всё равно сегрегация. И когда толпа начинает характерно кричать, притесняют. Вверхи... верхи... верхушка. Обречена. Это очевидно. Да-да. Мы ведь век пиара живём. Если хочешь что-то такое протолкнуть, так прикрой это чем-то невызывающим. Весьма лаконично всё это описывается. Но в смысле, что дешёвых рабочих так накручивали политическими темами. Но всё зашло так далеко лишь потому, что СМИ постоянно внушали людям страх. Основную роль в этом сыграла боязнь того, что люди с аугментациями могут превратиться в жадных до власти маньяков. Всё это было по большей части отголосками прошлых протестов. С другой стороны, наверное, лучше быть повеселее. Попытки охватить всю картину могут увести мысль во времена ещё до промышленной революции. Кстати говоря, всё это произошло, когда я закончила школу. Помню, как из-за этого всего мне пришлось отказаться от учёбы в каком-то самом университете. Ну, университет. Так себе достижение. Даже без университета я бы не смогла там нормально жить. Дисковой барьер, как-никак. Помню, мне тогда очень нравилась одна китайская поп-группа. Хотя, на самом деле, о таком лучше забыть. Хотя и не факт. Ты удивишься, но китайский на самом деле очень простой. А вы говорите по-китайски? В моём распоряжении был лишь один переводчик. Какая-то лепёха с глазками и шеей с карандашом. Я не мог позволить себе притащить эту встречу. Вернее, навстречу это. Если уж кто-то вроде меня мог выучить китайский за две недели, то уж тот, кто идёт на учёную степень, сможет с этим справиться. Почему мне кажется, что он взял меня на слабого учить китайский? Китайский? Подождите, а когда вы говорите китайский, вы имеете в виду мандаринский или кантонский? Как, кантонский? Кантонский. Мандарин? Кантонский что? Когда люди говорят про просто китайский, они обычно имеют в виду письменность, а не разговор на язык. И важно понять, какой диорект вы имеете в виду. Потому как их в китайских много. Гонконгский преобладает в кантонский. Или кантонский. Первый диалект. Так что просто говорить про китайский здесь немного неверно. Возможно, вы выучили кантонский или кантонский, потому что были бы только в Гонконге. Или вы могли выучить мандаринский, потому что, как на нём говорит... Вернее, потому как на нём говорит большинство людей в остальном Китае. Я приехал в Гонконг и сумел заключить сделку. Остальное меня не волнует. Действительно. В любом случае, студенточки со степенью, ведь по силам забабахать мне взрыв на Марсе. Если бы у нас тут ещё всё работало... То да. Во. То есть... Четыре. Сболтать. Болтаем. Готово, на. Хорошо. Поверю, я в твою историю убедила. Ой, спасибо, блин, большое. Мне, детка, я вчера тут немного перебрал, так что нужно уладить некоторые формальности. Скажи, не ляпнул ли я чего-то такого, что может быть использовано против меня в суде? А надё по поводу инвесторов имеют юридическую силу? Если нет, то ничего. Вот и славно. Ненавижу этих паскуд. И что я тебе тогда наболтал? Что они требуют невозможного, как они ставят себя выше... Как они ставят себя выше вас и всякое такое. А, да, кажется, я что-то такое припоминаю. Похоже, под градусом я чешу. Языком чуть больше, чем нужно. И иногда ещё кидаю зигу в хохмараде. Ха. Что? Послушай, у меня есть люди, похуже инвесторов. Это кто? Клиент. А? Читатель, если ты думаешь, что... Если клиент всегда прав, то ты ошибаешься. Конечно, если клиент не... Мы живём во времена, когда пиар стоит на первом месте почти во всём. Ты можешь бороться что угодно, и люди на это купятся. Пока в их глазах ты... Молодец. Ну, одна ошибка, и бам, для тебя всё кончено. В глазах людей ты моментально становишься негодеем. Никакого права на помилование. Если они тебя... Если они вырвут какую-нибудь твою фразу с контекста, будет не очень весело. Месяц назад нам пришлось уточнять, что в статье «Стадо коров» Погнало в лес. Мы говорили именно о животных. Потому что десяток сердобольных мамаш и разведёнок тут же залопили о задетых чувствах. Они, видите ли, пикники в лесу устраивают. И решили, что мы про них написали. Надеюсь, когда на кого-нибудь из них таки обращают внимание, то их зажарят до смерти. Хотя и не факт. Да, смешно слышать эту историю со стороны, а меня уже трясёт от таких паршивых духов. С ароматом роз. Иначе никто не понимает шуток. Всем лишь бы глотки друг другу... ...перегрызть. И сухим из воды не выйдешь. Обязательно кого-нибудь доскорбишь. Кто-то просто не будет париться по этому поводу. Но некоторые просто обожают быть оскорблёнными. Не смакует мысль о том, что всем вместе до чего-нибудь... ...чтобы все вместе до чего-нибудь докопаться. И эти чувствительные ублюдки твои клиенты. Именно для них ты работаешь. Я заведую грёбаной газетой. И смысл в том, чтобы максимально непредвзятой и полно осветить события. Оскорбляться из-за новостной заметки — это как на зеркало пинет. Действительно. То есть не то, чтобы он был совершенно неправ, но... ...нему это слышит немного странно. Вот чёрт, посмотри-ка на часы. Мне уже пора возвращаться к работе. Серьёзно? Я только что закончил интервью. И оно должно быть опубликовано как можно скорее. Мы публикуем интервью после её концерта. А это и так хреново. А что задерживало вас? Интервью должно было быть... Да, должно было состояться в прошлую пятницу. Одна из стажёров шалопайка безответственная должна была его провести. Но с какого-то хрена она этого не сделала. А я два дня улаживал, ещё кое-какие моменты. Улаживал. Вам пришлось кому-то на лапу дать. Улаживал? Улаживал? Нет такого слова же. Улаживал. Что за бред? Обычно, когда проводится концерт на бис, необходимо зарепить всю обложку физиономиями виновников торжества. У меня уже через, если честно, болит это всё читать. Не то, что через, у меня мышцы рта болят. Это что-то новенькое. Но нет. Ну ладно, нужно взбодриться. Подай что-нибудь погорячее на ход ноги. Есть слово «уладить», но нет слова «улаживать». Конечно. Хочешь что-нибудь горького, чтобы взбодриться? Интересно, стоит ли добавлять алкоголь? Думаю, что нет. Горького хочешь, да. Хочешь удар попечь? Золотое облако. Во. Так, два вот этого и... Хватит болтать со льдом. Болтаем со льдом. Болтайся со льдом. Бррр. Да, вот это сойдёт. Вот, ты бы видела, как рвало жопу у продюсера той певички. Какой же геморрой был вести с ним переговоры. Даже с южнокалифорнийским отрядом справедливости было меньше проблем. Кем? Южнокалифорнийский отряд справедливости. Группа линчевателей в купальниках, борющихся с преступностью. Вот, поорящихся. Если что. А, да, эти... Эпергидрольные блондины из солярия со здоровенными дубинками, точно. Знаешь, весьма интересно, ребята. Они принимают только коренных жителей Южной Калифорнии. И каждый день тренируются до потери пульса. Ещё бы. Один нормальный человек не сможет бегать в купальнике в такой мороз. У них довольно интересное видение мира и процессов в нём. Но и сами они, на самом деле, довольно ранимы. В своё время очень много изданий оскорбляло их, так что на критику они реагируют очень жёстко. Как-то раз дюжина парней в плавках обсуждали со мной какие-то новости, попутно играя своими банками. И даже они были намного вежливее, чем тот продюсер. Только подумай, даже на причиндалы, болтающиеся в актеге, в автягивающих плавках смотреть было гораздо приятнее. Уверена, в больших банок и причиндалов, болтающихся в автягивающих плавках тоже есть своя аудитория. Ну ладно, я пошёл. Забегай. Да-да. Это было выматывающе. Эй, Джилл, кажется, у меня тут проблемка. Только не говори мне, что... Ага, я не могу снять этот шлем. Ха-ха-ха-ха. Снеги ха-ха. Да-да, очень смешно. Не пробовала посмотреть советы в интернете Как снять шлем белого рыцаря Типа валькирия Не такой уж популярный запрос, знаешь ли Я могу, конечно, сломать его Но не хочу портить собственность клиента Что случилось? Воздух кончился? До меня только сейчас дошло Ты обслуживала валькирию в Альгале Ахаха Не надо меня так пугать Сомневаюсь, что в этом шлеме может закончиться воздух Ну и что будешь делать? Кое-кто может мне помочь, пойду позвоню ей Ща, так, где ее номер? Ага, о, вот он Привет, Айрис, твой совет нужен мне как никогда Айрис? Я слышал, как шеф пару раз звонил ей Может они друзья? Меня больше волнует то, будет ли же в порядке Будет-будет, даже если Ты всегда можешь верить в нашего госса Ну да, будем надеяться, ты права Привет, дорогуша Ух, них Видишь меня? А, дурать Да, я тебя вижу, а что? Что, правда? Блин Меня что, надули? Владушек Ты как тебя надул? Джилл, я выйду ненадолго Нужно купить отвертку Бекончика и Снова сама с собой болтаешь? Не в этот раз Привет О, дурать, и дару вам Где бы ты ни была А я скоро вернусь Она тебя не видела? А, да мне дошло Они продали мне видео Затычку, а не систему оптического камуфляжа Трудись-ка объяснить Видел фотки или видео, когда кто-то раздевается? Ну, я имею в виду те, где видно только одежду, а сам человек не видим Чего? Существует фетиш Из-за невидимых людей Где ты видишь только несколько шмоток, парящих над землей Я пытался найти что-то, что позволит мне обслуживать людей с такими вкусами Но, похоже, продавец меня так и не понял Я попросил дать мне что-нибудь, что сделает меня невидимой Вот он и дал Но я невидима только для камер Но, не будет ли твоя одежда так же невидима с этим помехогенератором? Действительно Ну, ладно, я что-нибудь придумаю Может, я смогу достать модуль на Накому? На Накомо? На Накамо? Что? На Накамуфляж, видимо, я имел с виду На Накамуфляж? Ты не слышал о нем? Это фирма, занимающаяся военными технологиями Недавно они перешли на производство для простых граждан С помощью нанотехнологий они заставляют ткани и другие материалы принимать такую окраску, какую захочешь Ты можешь заказать у них модуль и изменить цвет одежды, стен, мебель и вообще чего угодно Очень неплохо, пожалуй, посмотрю, что это И какое отношение эта штука имеет к тому, что ты хочешь Если мне не изменяет память, у них есть модуль, который делает вещи почти невидимыми Почти невидимыми для человеческого глаза Знаете, когда у вас отваливается челюсть, это разговаривать становится так интересно Ох, я не состою в инстаграме «Отвали» «Отвали» Такс Хотя он стоил немало, когда я в последний раз смотрела Почти Из человеческого глаза Но он не идеален, если ты пошевелишься, то будешь как мутное пятно из машины цветов, которые тебя окружают Вернее, из мешанин И мы видим вещи по-другому, так что на нас эта штука не сработает Но все же, может, именно он мне и нужен Так что это было... Так что это там было про разговоры с самой собой Еще и снова Да так, пустяки Чего тебе налить? Чего ты хочешь? Я сейчас в хорошем настроении, так что сделай мне пианистку Да без проблем Найти бы ее еще только Нет, пианистки Пианистка Не коктейль выдержать, тебе еще перемешать Группа На Одна пианистка Бью ее только по особым случаям Когда я в прекрасном настроении Или когда нужно отвлечься от всякого нехорошего Что же сегодня? Сегодня я в прекрасном настроении Это хорошо Держи, это тебе в качестве бонуса Да-да-да-да-да Купон с прошлой пятницы Черт, никак не могу выкинуть это Ра-та-та-та Парень был такой душка, отдал его мне за просто так Жалко, что бар был забит чертовыми собаками Так бы я здесь провела вечер Сомневаюсь, что этот купон все еще действителен Но опять же, мы их сами придумали Нет никаких официальных документов и тому подобного Понимаешь, что Если тебе настолько одиноко, что ты сама с собой начинаешь говорить То давай заключим сделку Ты меня кормишь, а я составлю тебе компанию А всякие секси-штучки уже за день Ну-ка, ладно Я, пожалуй, пас Мне кошки хватает И ты платишь ей за... Закончишь это предложение И будь уверен, тебя точно больше никто не увидит Как скажешь Но если что, зови Предложение еще в силе О, привет Ж... Жил Жил Пардон Жил Дороти Не видела тебя здесь прошлую пятницу Я разбирался кое с чем Почти все выходные И понедельник Да-да Дружка Если бы А что тогда? Я бы предпочтел не говорить об этом Дорогуша, что он сделал Он для меня загадка, которую я пытаюсь решить с самого начала нашего знакомства Его прошлое как черная дыра И существа из ее тьмы Временами просыпаются, чтобы напомнить о себе Дыра? Черная? Я выслышал столько разных чепухи, что уже непонятно, что там на самом деле и как И да, не забывай, что люди врут Твой босс об этом что-то знает Она сказала, не суди, да не судима будешь Похоже, она в курсе дела и знает, что лучше просто помолчать об этом Так что думаю, лучше мне не совать в это нос Это не так важно, к тому же лишняя головная боль мне ни к чему Да я рядом с вами встаю, ничё? А я что, где-то преувеличил? Нет, но... Топей Да, точно, босс, почему она напялила этот шлем? Пришла, увидела, надела, застряла А, ну да, напялила, что попала, будь готов огрести проблем Да что ты говоришь? У меня есть знакомая, которая хотела проверить, поместится ли бутылка в... Не рановато ли для таких историй? Нет Кстати, странно, что тебя вчера не было Узнаешь, у меня тоже есть работа Да, но обычно ты сначала заходишь к нам Неужели ты так по мне соскучилась? Вчера всё было немного по-другому Я весь день работала Даже не знаю, следует ли мне знать подробности Нет, он был странный, но не по-исвращённому странный В общем, парень заплатил мне, чтобы я изображал его дочь Весь день А, это тот Ха! Не работает с порой А Серьёзно? Да, я пришла к нему домой в 11 утра, делась, как он велел И весь день провела у него Мы с ним играли, иногда я говорила, что люблю его А потом пошла в кровать, когда он сказал И всё Никакого интима Я думала, что он схватит меня и поставит на колени Но за три года этого... Так и не случилось Три года? Да, три года По одному дню в году Вернее, в год На прошлом году он меня позвал в день рождения его дочери Да, стоять У него ещё и дочь была? У него есть дочь или нет? Была, как я поняла Она погибла четыре года назад А? Да, похоже, таких типов прямо тянет ко мне Таких типов Каких Ты ничего не слышала Дай-ка мне лучше взрыв на луне Да что ты будешь делать? Вот игры какие-то странные при бабахе Вот Если сравнивать с тем же... С той же кофейней Там всё шло как-то своим чередом Ну, типа Ты сидишь такой И как бы, ну, это, ну Разговариваешь Ведёшь какие-то диалоги там странные Чё-то там слушаешь А здесь ты такой, это, ну Стоишь за барной стойкой И... И просто слушаешь чувака Он потом внезапно где-то посреди диалога Такой говорит А налей-ка мне взрыв на луне Такой, да Ха Сейчас И болтаешь ему со льдом Как всегда На Кстати, вот что интересно Мне этот коктейль вообще-то не особо нравится Но я его всё равно беру По вкусу он как чистый спирт Который опустили кусочек сахара Неудивительно, что он так на тебя влияет У тебя... Я у тебя всегда хотела кое-что спросить Да, я одна и... Я не возражаю, что ты девушка А я тебе разве когда... У меня просто урод болит уже Ну ладно Сейва-то не было, а мне надо сохраниться А тебя разве когда-либо волновало, чем вообще является твой партнёр? Ни разу В твоём случае я не об этом И ДФЦ-72 выглядит как дети И да, и нет Конвейеры восходим похожими на детей Так как наше развитие должно быть схоже с человеческим Выходит, конвейеры восходите младенцами? Нет, свежая ДФЦ-72 выглядит примерно на 10-13 лет Благодаря этому их легче модифицировать Когда ДФЦ-72 проходит три теста на зрелость Им предлагают заводское обновление При этом тело заменяется на более взрослых Кто-то соглашается, кто-то нет А ты проходить будешь? Не знаю Сейчас я редкая штучка На моей работе не много таких, как я Так что тут у меня преимущество И это преимущество мне ой как нужно Почему же? Полина клиентов снимает меня не из-за меня самой Количество релевых игр за ночь просто невообразимое Так что если я перестану выглядеть незрелой девочкой Я потеряю преимущество перед остальными коллегами Не думал об этом в таком ключе А я вообще должна была об этом думать? Вот когда соберусь на пенсию Тогда может быть и обновлюсь Но сейчас я нравлюсь себе и такой Понятно Добрый вечер, я диспетчер Джил Добро пажааа Джаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа жил разрешила называть себя джулс назовешь меня джулс я затолкаю шейкер тебе в анус поперек хорошо хорошо подожди минуточку джейми закончу только здесь и буду в твоем распоряжении конечно не торопись привет красавчик расти юная леди просто дурать а ты джейми да приятно познакомиться дурать подожди подожди я захожу тебе что-нибудь выбить боюсь не могу позволить тебе я настаиваю сегодня у меня отличное настроение еще скидка в баре плагаю будет невежливо если откажусь хорошо я примут его предложение ура дорогуша небольшого большое золотой облако мне хватит и удара по печени у тебя закажи что нибудь подороже я воздержусь как же эта девка меня удивляет своим подходом к общению плана часть делаем нажмите след след меня нет такого след у меня есть два слота она золотое облако хочешь да облака облака золотое облако я тебя видел и вот этого и вот этого два вот этого большое но вот этого два вот этого два вот этого с одном болтать спал 5 спал 5 полтай так а где след на след вижу второй слот все таки да ну ладно так удар 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 по печени под печени удар и 4 5 это хрень и это немножко хрени перемешать и выдержать готова держи и держи спасибо все верно да дурати благодарю не стоит и тебе спасибо жил но вернее жил это моя работа вроде а можно спросить у тебя кое-что личное если хочешь узнать цену то я как раз обновила свой прайс а еще я могу сделать скидку если ты заплатишь за номер или пригласишь меня на ужин если вы конечно но я не об этом вот она вперед к и вы не думаю что у тебя удастся спросить у меня что-то совсем уж дико и ногу захотел а правда что все dfc 72 оставляют в человеке отслеживающие на на машины после того как ну после того как человек вдоль насладиться всеми твоими отверстиями вне зависимости от их назначения да это скорее миф который никто пока не попытался развить ну это правда но тоже время и нет то есть у нас есть отслеживающие на на машину они пускаются только когда срабатывает механизм защиты например если кто-то пытается нас изнасиловать и на на машину помогают полиции поймать преступника правда эта система немного забагована я слышал историю одессе 72 которые выходили замуж слишком нервничали и в первую брачную ночь опаньки на огонек заезжает ребята форме остаток медового месяца муженек проводил за решеткой понятно и кстати я модифицировал себя так много раз что если вам не еще и остались на на машины то стоит похвалить их за стойкость существует еще городская легенда о том что на на машины повышают производительность но это был просто бред теперь моя очередь задавать вопросы я готов насколько ты еще человек достаточно чтобы порезы сами со временем затягивались это же забыл как его зовут я забыл как его зовут и мне лень вспоминать хотя я помню как его зовут но мне лень вспоминать ты же знаешь что я это имею ввиду что что я не это имею ввиду и на леди больше вы от меня ничего не добьетесь ну ладно будь мне есть до этого будто мне есть до этого дела дорогушь я потопала а ты развлекайся тут с этим злюкой спасибо приходи еще своенравная девчонка не так ли она так искренне ко всему относится что ей тяжело не симпатизировать но за словом в карман не лезет так что иногда случаются небольшие конфузы все освободился славно ухожу тогда напережил тащи сюда свои бархатные раки уху простит не могла бы обслужить же ими пока я помогаю без проблем извини если они отнимаю время этого перерыва лучше ты меня извини за то что тебе приходится иметь дело со мной беспокойся жил да но похоже только с жилом ты по-настоящему расслабляешься а не тебе чего-нибудь взрыв на марсе воды взрыв так взрыв на марсе так на марсе где-то были взрывы прям все раз два три 4 5 6 1 это 134 с болтать горький отупляющий почти как война ты был на войне жизнь это одна большая волна война джил то есть монеты не был по крайней мере не на той о которой принято говорить кстати я у тебя все хотел спросить и о чем же как наемный убийца может быть таким вежливым и ладно видимо твоя работа не отражается на характере благодарю но вот чего я все же не понимаю как ты можешь так спокойно здесь сидеть не боишься полиции всего такого что ж во первых я стараюсь не оставлять следов а во вторых я сюда не побуянять прихожу и не привлекаюсь лишнего внимания не вызывая подозрений и наконец присутствие вашего шефа позволяет мне не думать о других посетителях шефа я видел на что она способна так что здесь я могу чувствовать себя в безопасности она сможет все уладить если я вдруг рвусь рвешься ты да не переживай весьма сложно об этом не переживать не за это ты не знаешь случайно как так получилось что я теперь механическая рука слышал что она потеряла свою настоящую время драки с обязующим рестлером киборгом впрочем это просто слух черт хрен так узнаешь а у нее это не спрашивала она сказала мне пусть это останется тайной так ведь интереснее правда поэтому иногда я думаю что она сама эти слухи распускает у них все равно не верит вернее но у них все равно все верят ведь это красная комета но может быть когда-нибудь я увижу ее в действии она того стоит славное зрелище ружье новости джилл шлем слез шефа можешь идти наперекур конец приятно было поболтать на ту же прорыв сайф война лишь сохранить капец жопа ненавижу теперь можно продолжить игру теперь можно послать всех нахер все я закончил на сегодня аллилуйя ладненько ребятки продолжим с вами в следующий раз ну а пока что такие дела